На чем основано лечение почесухи? Вы знаете, лечение почесухи основано, прежде всего, если мы установили причину, то на диете. Прежде всего должна быть диета. Затем, как и везде при всех аллергических состояниях, при всех аллергических воспалениях кожи, очень важным моментом является антиаллергическое лечение. Что это такое? Антигистаминное лечение. Раз. Десенсибилизирующее лечение. Два. При необходимости, если подобное лечение не дает эффекта, применяют гормоны. Гормональное лечение, витаминотерапия, физиопроцедурное лечение, ну и новое модное лечение. Да, можно еще народную медицину подключить сюда. Ну, она, вы понимаете, как правило, препараты, которые применяются, рекомендуются. Лучше все использовать для ванн и наружного лечения. Препараты, которые быстро снимут зуд при лечении внутренним, они неэффективны, потому что зуд нужно снимать моментально. Как долго при почесухе придется применять антигистаминные препараты и какие? Ну, антигистаминных препаратов выбор сейчас огромнейший. Как и препараты первого поколения, супрастин, пипольфен, димедрол, так и препараты второго, третьего поколения. То есть препаратов очень много. Дезлоратадин, лоратадин, эльцет. Препараты эти можно применять несколько недель, месяца полтора, если будет необходимость. Однозначно. Не все, но некоторые препараты можно. Хотя в некоторых есть рекомендант, допустим, дезлоратадин, к примеру, можно применять или тот же кларитин можно применять в течение месяца свободно, не боясь навредить организму человека. Особенно взрослого. У детей там надо быть более осторожным в таком прогнозе, а у взрослых можно. Но, без сомнения, все должно контролироваться. Ведь можно применять различные препараты. Можно одни препараты назначить в первой, в начальном периоде болезни, потом несколько поменять их на другие препараты. То есть выбор препаратов огромнейший. Но главное, нужно помнить одно, не навредить. Все зависит от тяжести заболевания, все зависит от интенсивности зуда. Если есть улучшения, можно. Какое местное лечение проводится при данном заболевании? Можно делать примочки. Можно примочки, чтобы принять интенсивность зуда, можно сделать примочки с борной кислотой. Можно сделать примочки с ромашкой. Можно сделать примочки с календулой. Можно сделать примочки... Да, можно сделать аппликации с борно-нафталановой мазью, борно-серной мазью. Это будут аппликации на какое-то время, допустим, на несколько часов или до утра. И самое надежное, самое, в общем-то, такое действенное лечение – это использование гормоносодержащих препаратов. Которые снимут в том числе и зуд? Которые снимут и воспаление, которые снимут и зуд, в том числе помогут убрать отек, помогут убрать и инфильтрацию. А если мы будем использовать препараты типа бетадерма, которые содержат в себе как гормональный препарат, так и антибиотик, то они будут способствовать эпитализации очагов, нарушения целостности кожи. То есть будут способствовать заживлению или регенерации всех эрозий, эрозивно-язвенных поверхностей, небольших язвенных поверхностей. То есть это препараты, которые, в общем-то, являются препаратами приоритетными в лечении. Все остальное вспомогательное и дополнительное. А какие гормоносодержащие эмази помогут наиболее эффективно справиться с такой болезнью? Извините, если это дети, то лучше всего использовать такой препарат, как Кутевейт. Элидел, преднетоп, немецкий хороший препарат, достаточно хорошего качества. Его применяют при том, что его можно применять один раз в сутки. И он разрешен детям с месячного возраста. Элаком, тоже препарат, который можно, в общем-то, использовать, тоже разрешен с месячного, с двухмесячного возраста. То есть это препараты для детей. Для взрослых можно применять все, что угодно. Лариндены, флуцинары, синалары. Это из старых препаратов. Из новых дермовейты, клавейты. Это сильные мази достаточно. Можно, то есть мазей огромнейшее количество. И нужно просто умело пользоваться этим. Хотя бы какого-то врача нужно обязательно посетить, чтобы он подсказал или дал направление, или подсказал, куда идти, в какому врачу, который бы, в общем-то, некоторые же могут предполагать, что кожные покровы не обязательно идти к дерматологу лечить, можно к другому врачу зайти. Ну, это не проблема. Врач другого профиля назначит по профилю, порекомендует по профилю обратиться к врачу, и все будет, в общем-то, нормально. А если при почесухе появились пузыри, можно ли их вскрывать самостоятельно? Да, можно. Никакой угрозы для здоровья это не представляет. Самого больного пузыря аккуратненько вскрыть. Обработать можно перекисью. Обработать можно фукорцином, бесцветным, цветным, метиленовым, синим, бриллиантовым, зеленым красителем. То есть любым препаратом, хлоргексидином обработать вместо перекиси. То есть можно обеззаразить их, а потом покрыть любым красителем. Если эти пузырьки небольшие, если после их вскрытия эрозивная поверхность минимальная, то есть несколько миллиметров в диаметре или миллиметр, то есть точечная, если же эта интенсивность, то есть если же площадь эрозивная достаточно большая, до одного полутора, а то и двух, и трех миллиметров, сантиметров, простите, то тогда нужно ложить мазевые поверхности или использовать гормонально мази, которые содержат в себе гормон и какой-нибудь антибиотик. Если же нет таких препаратов в наличии в аптечной сети, можно наполовину смешивать мази, которые есть в наличии, скажем, та же детская мазь, ее можно смешивать, крем детский, кутевеет, его можно смешивать с любым кремом, с ларинденом, с синаларом, или с мазью, или с синтомициновой эмульсией. Можно смешать, будет несколько эффект, потому что крем с мазью немножечко сложно, не то, что сложно, а как-то вот полагается, что это соединение менее эффективное, и оно аптекари будут смотреть искосо, если мы будем делать такие смеси, но у нас другого выхода нет, понимаете? Поэтому можно такую смесь сделать до тех пор, пока не найдешь препарат, который тебе нужен. Субтитры создавал DimaTorzok